Ресурсов у России, несмотря на то, как плохо идет и мобилизация, и экономика вступила давно уже в стадию архаизации. Тем не менее, вести ресурсы, вести эту войну, поддерживать ее на этом уровне, продолжать обстреливать Украину ракетами еще надолго. Это не может не удручать. У нас впереди очень сложная зима. Мне интересно услышать ваше мнение на этот счет и вообще поговорить о кратко-средней и долгосрочных последствиях этой войны не только для Украины, но и для региона, и для всего человечества. Да, разумеется, нет. Призапас прочности в Российской Федерации есть. Я поэтому думаю, что война в ее активной фазе продлится до конца весны, начала лета следующего года. Это не точный прогноз, это чисто интуитивная попытка осмыслить, что происходит. Но тем не менее, перемирие Путина уже необходим. Какие бы ресурсы у него ни были. Почему оно не было? Потому что надо перевести дух, перегруппировать войска. Становится ясно, что никакой второй армии мира нет и никакой не было. Соответственно, да, уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины можно и чтобы дезорганизовать тылы, и уменьшить возможность украинского наступления. Но Россия уже перешла в режим обороны, ни о каком наступлении речи не идет. И надо сказать, что оборона это касается в первую очередь сухопутного коридора на Крым. А если переговоры о перемирии начнутся, то Россия может выйти за определенной красной линией и еще часть оккупированных ей территорий сдать. Это и Кимбургская, и Касаб Николаевская области. Уже идет пропаганда о том, что она не нужна. И север Луганской области, поскольку он не входит в сухопутный коридор на Крым, там рубежная, сватова, криминная. И ужас. Запорожская АЭС и Нагадаром тоже могут отдать, если в обмен на это будет заключено хотя бы полугодовое перемирие, которое позволит Путину собраться силами перевести дух, а главное предъявить своему народу и самому себе 16% украинской оккупированной территории как позитивный итог спецоперации ЗЭП. Ради чего задевалось все? Конечно, мы уже почти все забыли, что ради денсификации и демилитаризации Украины, то есть фактически уничтожения ее государственности. Ну, с этого съехали, но все-таки защитили Донбасс путем его полного уничтожения. Там, кажется, вымерзает все, не Европа вымерзает. Вымерзает Донецк с Мариуполем, где нет отопления и не будет на нынешней зимой, кажется. И гарантировали водоснабжение Крыма, включив сервер Крымский канал и взяв его под контроль. Вот пока достижение несколько скамней, но все равно можно заявить, что мы таких проклятых пиндосов и хохлоп уделали. Для этого перемирие нужно, потому что если война будет продолжаться, то Россия будет военным путем, может терять одну территорию за другую. Именно поэтому так активизировались ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в эти дни. Но, так или иначе, и, естественно, путинский режим падет не завтра, но все равно процесс принял необратимый характер. И в условиях технологической изоляции ничего не жить не может. Например, российская промышленность производит всего 3% микросхем, которые необходимы экономике. Остальных 97 у нее нет. Россия не может привезти самолетов. Она уже приступила к каннибализации старых, в том числе даже. Якова произведенных ею суперджетов. Но суперджеты все держатся тоже на иностранных комплектующих и авионике. Их нельзя отправить на ремонт, поэтому можно только идти путем каннибализации и так далее. Военно-промышленный комплекс не может работать без иностранных комплектующих. Именно поэтому, собственно, он ничего не производит автономного, поэтому приходится брать беспилотники, а там и баллистические ракеты в Иране. А Иран может и передумать, особенно если на горизонте замаячатся перспективы новой ядерной сделки с Вашингтоном. И в иранских элитах нет единства относительно того, сотрудничать с Россией углубленной или нет. Там секретарь совета, часть корпуса стражей, в частности его контр-адмирал, секретарь совета безопасности Алиша Шамшамхани поддерживает это дело. А на него сейчас могут повесить ответственность за неудачный менеджмент протестов, которые идут уже не один месяц, и, так сказать, убрать его вовсе. Неизвестно, что там будет. Другая часть элит не поддерживает. Наоборот, надо говорить, что надо готовиться к сделке с Вашингтоном на новом этапе. Поэтому вся эта история нам не нужна. Поэтому нет, это спецоперация «З» Путин, безусловно, взорвал. Не заложил минус заметного действия, а взорвал ее под своим режимом. Без военной фазы, без этой кульминации гибридной войны. Он мог существовать в режиме гибридной войны еще лет 20. Сейчас я даю ему года 3-4. Никакого конкретного политического стария нет. Но вот запаса прочности на большее нет тоже. Вы знаете сегодня, что буквально накануне мы узнали, что Реджеп Тайп Эрдоган, лучший друг Российской Федерации, нанес очередной удар в спину, который Москва будет замалчивать. И что российским танкерам с нефтью будет запрещен проход через Босфор и Дарданелло с 1 декабря, если груз не застрахован. А с 5 декабря вводится нефтяной эмбарго, как мы знаем, евроатлантического мира, в рамках которого нефть не может продаваться по цене выше установленной. Скорее всего, это будет 60 долларов за баррель, что достаточно. Для наполнения российского бюджета вполне достаточно. Этого не хватит на всякие роскошества и излишества, в том числе и на расширение военной экспансии. Но это не является полным банкротством Российской Федерации ни в коей мере, поскольку бюджет сверстный исходя из гораздо меньшей цифры, 40 с чем-то. Федеральный бюджет. Но поскольку санкции предполагают, что страховать нефть, продаваемую за пределами этого санкционного режима, то есть дороже определенной цены, нельзя, то значит, вся российская нефть, не подпадающая под санкции, не пройдет через Босфор и Дарданелло. Вот так Турция, фактически избегая вторичных санкций Запада, себя ведет. Надо сказать, что мы как-то в последнее время мало внимания уделяем Реджепу Тайпу Эрдогану, а он, так сказать, как его деятельность имеет значительные последствия, поскольку он вообще на мировой арене. Да, он пытается стать посредником между Россией и Украиной и привести все это дело к миру. Он не единственный в этом ряду. Там и Папа Римский Франциск, и Сильвер Берлускони неожиданно в своей 86, будучи технически бессмертным, по версии его врачей, решил войти в историю именно, и он хочет уже заключить перемирие до Рождества. Перемирие до Рождества – это мечта Владимира Путина. Это Берлускони, видимо, поговорил с Владимиром Ивановичем только что и транслирует его «хотелку», как любит говорить сам Путин. Точно так же, как «хотелку» Путину транслировал президент FIFA Джанни Инфантино несколько дней назад, сказав, что перемирие желательно бы заключить к началу чемпионата мира по футболу в Катаре 20 ноября, что как раз сопровал удачно за скандалом о том, что якобы Катар купил стартовый матч с Эквадором за 70 небольших миллионов долларов, которых он должен выиграть 1-0. Посмотрим. Еще раз напомню, все равно, насколько коррумпированный современный футбол. Владимир Путин всегда чувствовал себя комфортным именно в коррумпированной среде, и, конечно, он поэтому имел всегда большое влияние на спортивные организации, в том числе и FIFA, отгрузившие ему чемпионат мира 2018 года. И хочу напомнить, если кто не помнит, что на полном серьезе и очень практически обсуждался в 2009 году проект, в рамках которого Путин станет президентом Международного Олимпийского комитета. Он мог сменить Джака Роги в октябре 2009 и уйти из российской политики и власти навсегда. И он, на мой взгляд, этого хотел. Но в какой-то момент стало понятно, что нет еще рано, что рухнет Россия все-таки без него, что он единственный арбитр. Почему он еще раскладывает яйца в разные корзины и стимулирует то Пригожина, то Кадырова, то их соратников? Потому что он всегда должен остаться в системе единственным арбитром. Это залог его не только власти, но и личной безопасности. Без него никуда. Останетесь без меня, погибнете, как говорил незадолго. Ну, собственно, Володин. Володин же на пророчество правильно абсолютно. Нет Путина, нет России. Собственно, к этому все идет. Сейчас из этого пророчества, оно из негатива становится позитивным. Отлично. Значит, идет нынешняя Российская Федерация в полном объеме. Мы этого и хотим. Мы к этому и стремимся, поскольку это абсолютно устаревшее государство. Продолжение следует...